Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Как часто открыв сделку, вы видели, что цена шла в вашу сторону, а потом разворачивалась и отнимала всю прибыль. Если вы регулярно попадаете в эту ловушку, значит одна из проблем в том, что вы не знаете как оптимально фиксировать прибыль. Смотрите это видео, потому что сегодня я объясню, почему нужно определять цели для сделки и покажу, как это делать. Прежде чем продолжим, предупреждение о рисках. Торговля на бирже сопряжена с риском потери вложенных средств, а доход не гарантирован. Поэтому переходите к реальной торговле только после ознакомления с методами ограничения рисков. В первой части объясню, почему очень важно определять для каждой сделки цель и как это делать. Во второй половине будет тест, при помощи которого сможете оценить, правильно ли вы поняли правила определения цели сделки. Для теста вам понадобится только бумага и ручка. В самом конце подведем итоги теста. Те, кто захочет лучше проработать тему занятия, могут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте. Учимся зарабатывать на бирже. Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе есть много материалов по трейдингу в свободном доступе. Если вы совершили сделку, заработав 1000 пунктов, то это будет плохая сделка, если риск в этой сделке будет 1000 пунктов или больше. Кому интересно узнать подробности, посмотрите мой вебинар у 3 сентября «Ошибки при выставлении стоп-лосс». Ссылка на него сейчас появится вверху. Но эта же самая сделка сразу станет хорошей, если риск будет 500 пунктов. Почему? Потому что в этом случае соотношение прибыли к риску равно 2. Таким образом, адекватно оценить сделку можно только зная соотношение потенциальной прибыли к риску. Значит, нужно знать не только, где ставить стоп, но и определять уровень цели. Помимо этого, есть еще важный психологический момент. Представьте себе. Вот вы открыли длинную сделку и цена начала повышаться. Что-то делаете? Если нет понятной цели, то скорее всего будете ждать. Хорошо, цена продолжает рост. Что делаете? Опять ничего? Ладно, продолжим. Опять все хорошо и цена растет. Нет, ошибся. Не так хорошо, как в прошлый раз, так как цена начала снижение. Если у вас нет ориентиров по цели, то в этом случае будете опять ждать в расчете на рост. Так работает жадность. Но и это еще не все. Цена снижается и, видя, как прибыль тает, вы решаете закрыть сделку. И как только вы решили продать, цена практически сразу начинает рост. Знакомая ситуация? Как думаете, что будет, если будут так выглядеть большинство плюсовых сделок? А ведь есть еще и убыточные. При такой торговле капитал будет целенаправленно таять, так как математическое ожидание сделки будет отрицателем. А это гарантия потери депозита. Если цель в сделке так важна, то как ее правильно определять? Для начала дадим определение цели. Сейчас я говорю про первую цель. Так как определяя ее, вы 80% своих сделок перестанете уходить в убыток или зарабатывать меньше риска, а это значительно повысит прибыльность вашей торговли. Итак, первая цель – это ближайший к сделке уровень, который может изменить направление движения цены, у которого соотношение прибыли к риску больше двух. Отлично, мы поняли, для чего нужна первая цель и выяснили ее параметры. Теперь нужно понять, как ее определять во время торговли. Для этого покажу три способа определения цели. Первый, самый простой способ – определение ближайшего графического уровня сопротивления или поддержки. Покажу на примере. Представьте себе, что мы отметили уровни, вошли в длинную сделку, но не определились с тем, что нужно сделать, когда цена достигнет уровня сопротивления. И вот цена начала расти. В нашей голове звучит «давай прибыли течь», и мы, подгоняемые жадностью, не принимаем никаких действий, когда цена выросла. Мы бездействуем, потому что изначально ничего не планировали. А когда цена начнет быстро снижаться, наша карета превратится в тыкву, вернее, закроется по стопу. В лучшем случае будет небольшая прибыль, если перенесем стоп в безубыток. Второй метод – определение цели по потенциалу фигуру технического анализа. Обычно это 100% диапазона фигуры, что справедливо для треугольника и флага. Кому интересно узнать больше об этих фигурах и других фигурах теханализа, переходите по ссылке, которая сейчас появится вверху видео. Посмотрим, как это работает на примере флага. Открыли сделку на пробой нижней границы флага. Понятного графического уровня, который мог бы остановить цену, не видно. Поэтому определим целевой уровень, используя потенциал флага. Отложим его вниз. Теперь на этом уровне планируем закрыть часть позиции по сделке. Обратите внимание, что если бы мы заранее не спланировали уровень цели, то в момент управления у нас было бы мало шансов сохранить прибыль. Третий способ – математический. Он хуже, чем первые два, но у него есть свое очень полезное свойство. Если вы не понимаете, как определять уровни, то этот способ даст понятный ориентир, где брать первую цель и получить прибыль. Другими словами, если вы отметили ближайший уровень к сделке и он больше двух-трех рисков, тогда ставьте цель на уровне два или три риска и закрывайте часть сделки. Только один этот способ позволит сохранить вам большинство сделок в плюсе. А теперь, если вы проникли с идеей о пользе определения первой цели, пройдем тест. Для прохождения теста вам понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого упражнения вам будет дано примерно 7 секунд. Это время условно, так как лучше всего при первом прохождении теста видео ставить на паузу. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного, пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте. Учимся зарабатывать на бирже. Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые две недели в четверг. Там вы сможете задать свои вопросы вживую. Регистрируйтесь на сайте Admiral Markets. Ссылка для регистрации будет в описании к этому видео. Первый пример. Приготовили бумагу и ручку? Отлично, тогда начинаем. Задача – сказать на каком уровне – синим, красным или зеленым – правильно разместить первую цель, если вы вошли в короткую сделку, а стоп разместили за уровнем. Если все понятно, тогда начинаем. Кто выбрал синий уровень – очень хорошо, поставьте себе плюс один балл. Обратите внимание, что до самого нижнего, красного уровня цена так и не дошла. Второй пример – вход в лонг на тесте уровня. Приготовились? Начали! Получилось? Отлично, кто выбрал красный уровень – поставьте себе один балл. Вы спросите, но ведь на этом уровне цена не развернулась? Все верно. Но когда цена в течение нескольких часов стоит на уровне, гораздо правильнее закрепить часть прибыли, чем просто надеяться на хороший исход. Третий пример – вход в лонг на тесте уровня. Обратите внимание на синий уровень – это уровень круглого числа. На этих уровнях цена часто меняет направление. Можем начинать? Тогда поехали! Определили? Хорошо. Если выбрали красный уровень, добавьте себе еще один балл. Как видите, если бы просто сидели и наблюдали за ценой, не предпринимая никаких действий, то скорее всего сделка стала бы убыточной. Учитывайте, что красный уровень – это только первая цель. Поэтому управление сделкой на первой цели не заканчивается. Четвертый пример – вход в продажу на тесте сопротивления. Готовы? Начали! Кто выбрал синий уровень? Молодцы! Обратите внимание, что в данном случае сделка была в контртренд. Основная тенденция вверх, поэтому рассчитывать на большое движение вниз не приходилось. Пятый пример – вход в шорт на тесте уровня. Обратите внимание, что зеленый уровень – это отложенный вниз диапазон флага. Готовы? Начали! Получилось? Очень хорошо! Кто выбрал синий уровень, поставьте себе один балл. Обратите внимание, что прежде чем сходить сильно вниз, цена с шипом выкинула часть трейдеров и сделки. Какой вывод? Всегда нужно активно управлять сделкой. Шестой пример – вход в шорт на тесте уровня в направлении тренда. Приготовились? Начали! Кто отметил красный уровень – очень хорошо. Кто ответил синий уровень? Близо к правде, но синий уровень – это место для второй цели. На синим уровне цена достигла значения уже более четырех рисков. Седьмой пример – вход в лонг на тесте уровня. Приготовились? Начали! Выбрали зеленый? Хорошо! Обратите внимание, что это ближайший уровень к входу и риск больше прибыли примерно в три раза. Восьмой пример – вход в шорт на откате с подтверждением. Приготовились? Начали! Определили? Если выбрали синий уровень – хорошо, добавьте себе один балл. Кто решил, что это красный уровень – тоже может быть прав, так как тут все зависит от цены входа и риска. Если риск по сделке на красном уровне дает 2-3 профита, тогда можете себе ставить и за красный уровень один балл. Девятый пример – вход в короткую на тесте уровня. Готовы? Начали! Кто выбрал зеленый уровень – отлично, кто выбрал красный и синий – не прав, если говорим про первую цель. Но если отметить красный уровень как вторую цель, а синий как третью, вы будете совершенно правы. Друзья, мы на финише. Десятый пример – вход в шорт на тесте уровня. Приготовились? Начали! Смотрите, вы в конечном итоге были правы с определением направления, открыв шорт. Но если бы не взяли первую цель, ваша сделка была бы в минусе. Думаю, что сегодняшнее занятие было одним из самых полезных. Если вы согласны со мной, тогда напишите в комментариях об этом, и если будут отзывы, мы повторим это занятие, чтобы вы смогли лучше закрепить материал. А теперь время подведения итогов. Если вы набрали 2 балла или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 3 до 6 баллов – неплохо, но можно еще все внимательно проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 7 до 8 – это хорошо, но и его можно значительно улучшить. Если вы набрали 9 баллов и выше – поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, скачав презентацию из группы ВКонтакте. Учимся зарабатывать на бирже. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях, напишите комментарий, расскажите сколько баллов вы смогли набрать в тесте с первого раза, подписывайтесь на канал Адмирал Маркетс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо и до новых встреч!